Номер 112 принадлежит единой дежурно-диспетчерской службе. Именно сюда в первую очередь поступают сигналы о большинстве происшествий. Напряженная круглосуточная работа диспетчеров службы часто остается без внимания. А ведь именно они первыми узнают о несчастьях, которые произошли в городе. Им не звонят, чтобы поделиться хорошими новостями. Они первые в цепи спасения. О том, из чего складывалась работа единой дежурно-диспетчерской службы Артемовского городского округа на прошедшей неделе, нам рассказал ее директор Александр Бондарь. С 29 сентября по 5 октября 2014 года несение дежурства на ЭДДС в расчетный период было организовано в соответствии с требованиями руководящих документов. ЭДДС функционировала в режиме повседневной деятельности в соответствии с инструкциями. ЭДДС координировала действия с взаимодействующими дежурными службами в 29 случаях. Из них нарушение условий жизнеобеспечения населения 27. Прочие 2. По вопросам ЖКХ поступило 17 сообщений. Из них по нарушению холодного водоснабжения 3, горячего водоснабжения 1, отопление 13. По вопросам электроснабжения 2 сообщения. По дорожно-транспортному происшествию 1 сообщение и прочие 4 сообщения. По номеру 112 поступило 358 звонков. Из них без информации 337. Бывает и так, звонят не по делу, а то и вовсе для того, чтобы повеселиться. Шутникам нужно понимать, что занимая время диспетчера, они отнимают его и у тех, кто действительно попал в беду и нуждается в помощи. Доводим до вашего сведения, что номер 112 может случайно набрать ваш малыш, играя с мобильником. Номер этот экстренный, поэтому набрать его можно даже на заблокированном телефоне. Но не будем о плохом. Воспользовавшись моментом, мы поинтересовались, что же произошло в Артемовском городском округе за предыдущие сутки. За последние сутки, то есть с 8.37 октября по 8.38 октября 2014 года, по сведениям ОМВД России по Артемовскому району, зарегистрировано 2 кражи, одни побои, обнаружено 2 трупа без признаков насилия. В том числе за ГИБДД 2 ДТП без, скажем так, без пострадавших железа. Значит, раскрыто преступление 2. По 54-му ФПС Главного управления МЧС России по Свердловской области было зарегистрировано 2 выезда, прочее, не на пожар, на загорание. По сведениям станции скорой помощи ГБУ Артемовская ЦРБ, было выездов 42, из них 25 по городу, всех больных, на ДТП выездов не было. Значит, по сообщениям, по жилищно-коммунальному хозяйству у нас, значит, в основном сообщения все идут о нарушении теплоснабжения, в связи с тем, что сейчас происходит процесс подключения к теплу. И в основном страдают жильцы, управляющие компанией областная. Значит, из 7 действующих, не снятых с контроля нарушений, 5 по управляющей компании областная.